МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые коллеги, буквально с этим вопросом ознакомился недавно. Оказывается, у нас какая-то проблема в нехватке средств для покупки зимней техники. Хотелось бы понять, запланирован или не запланирован. А если, допустим, покупатель не найдется, что мы с чем войдем. Хочется понять бюджет предприятия, почему, собственно говоря, дефицит возник, тмановый дефицит, неплановый. То есть в связи с чем это возникло? И зачем понимать такое решение о продаже муниципального имущества? Уважаемые гипотаты, разговор по продаже этой базы, по-моему, 3 года у нас. База действительно находится в очень плохом состоянии. Дело в том, что для базы нашего благоустройства есть помещение, которое гораздо лучше, современнее, многофункциональнее. Теперь по технике. Техника есть в МУПЕ, только она очень старая, и которая одна из техники ждет бензина. Это ЗИЛЫ, которые нигде уже не работают по городу города, и там более 70 литров на 100 километров. Такая техника должна быть заменена на новую технику, на современную, которая будет еще и гораздо экономичнее. Да, нам хочется порядка 30 миллионов получить рублей. Это наша программа максимум, чтобы нам хотелось видеть. Мы обещали, посоветую депутатами, главой города, что все эти вырученные от продажа в базы пойдут как раз на закупку техники готовыми. Спасибо. Пожалуйста, вопросы еще есть. Уважаемые коллеги, свои опасения в частности того, что МУПЕ не получит дополнительные доходы при отсутствии сформированных участков земельных при потенциальных торгах, я уже высказал. На этом подробно останавливаться не буду. Я думаю, так всем все понятно. У меня вопрос другой, не вопрос точнее. Я хотел бы услышать позицию директора МУПа, и чтобы Геннадий Человечевич тоже это подтвердил, что планируется продажа данного комплекса, данного имущества, исключительно через торги. Можно это подтвердить? А как по-другому? Я тогда подтвержден не только через торги. Жесткий контроль со скоротой куми будет обеспечен. Потому что обязательно, если где-то, что-то, что-то, попытайтесь хотя бы смолливать. Но я знаю, если вы никому это не просите. Геннадий Человечевич, а можно продавать как-то? Можно, по-моему. Я сейчас снимаю. Можно. Я бы добавил. Как можно продать без торгов? Можно продать без торгов? До 100 тысяч. До 100 тысяч. Я хочу добавить, напомнить, что 15 миллионов от центра это начальная цена, с которой мы стартуем. Я буду очень рад дать эти объекты. Потому что 30 миллионов от центра, чем больше продам, тем больше плюс техники. Поэтому на тот момент, что если мы имеем за 15 продать данных, тот минимум, с которым мы стартуем, то и в этом случае у меня заложено желание, есть обоснование, что мы здесь купим тету и, соответственно, освежим наше предприятие. Пожалуйста, депутаты на рынке. Я хочу поддержать в бассейне, за этот же примет, по всем деле, и обратиться в профессионалы с вопросом, а разве возможна реализация вне торгового взгляда, имущества? Как правило, все-таки на руководстве в 178-мпоследствии на собственность, мы с вами можем, правда, что мы можем через торги. Нет, других вариантов нет, правильно? Нет, мы говорим про нахренную ситуацию. Не в этом случае. В принципе, вот то, чем сейчас начинает заниматься администрация, нужно было давным-давно делать. Мы не совсем вот несколько минут назад внесли в изменение в бюджет и выделили очередные миллионы рублей нашему МОП-экспрессу. Еще лет 7 назад шла речь о том, что надо бы каким-то образом от одного из депо освобождаться. Если бы сегодня было одно депо, тромально-троллейбусное, это, конечно, не как в данном случае, раз и в понедельник продали, а во вторник переехали, то если бы у нас было одно депо, то мы уже давным-давно имели бы маломальский рентабельный муниципальный транспорт. А так мы из месяца в месяц выделяем туда миллионы рублей и плюсом к тому, что там неэффективно руководство, о котором я уже несколько лет говорю, но все как мимо проходит, да. Тем не менее, эти заявки, эти жалобы на то, что денег катастрофически на муниципальный транспорт не хватает, будут и так и дальше продолжаться, если не принимать меры о сокращении неэффективных расходов, а их полно. И вот данный вопрос, который мы рассматриваем, пример того, как действительно можно оптимизировать. На одну и ту же базу помещаются два предприятия, это хорошо. Поэтому я считаю, что этот вопрос надо поддерживать. Давайте голосовать. Есть предложение проголосовать в целом проекта решения обладательной коллеги. Давайте проголосуем. Мы сегодня принимаем вопрос, что в муниципальном предприятии хватает связи. Давайте там и заслушаем на следующее заседание Дуна. 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 Спасибо. Дуна. Спасибо. Дуна. Спасибо. Дуна. 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 Дуна.